Всем привет, на связи Руслан Захаркин, житель Можайской районы Москвы, и вы на YouTube-канале Захаркин Live. В этом коротеньком видео я хотел бы вам рассказать о том, что будет в 2022 году, а конкретно 11 сентября 2022. Мы будем избирать местный совет депутатов, да и в принципе почти что вся Москва будет избирать именно муниципальных депутатов. Муниципальный депутат это первое звено, это тот человек, который имеет прямую связь с жителями. Мы не будем сейчас говорить про депутатов Московской городской думы, про депутатов Государственной думы, про правительство, и уж тем более про президента. Это очень высокий уровень власти, и они к нам практически никогда не спускаются. А муниципальный депутат работает непосредственно на земле. В следующем году я планирую принять участие в муниципальной кампании по первому избирательному многомандатному округу. Будет два округа, и первый, и второй. Второй округ это больше 66-й квартал и 95-й квартал. Я пойду по кварталам 107-110. Это вот как раз у нас Рябиновая, это Гришина, Маршала Неделина, Багрицкого, Петра Алексеева. Вот эти вот все районы. Как раз карту вы можете увидеть у себя на экранах ваших мобильных телефонов, либо непосредственно мониторов, если вы смотрите с компьютера. Вот по этой территории планирую пойти я и моя команда. Разумеется, сейчас я в поиске активной аудитории, активных людей, которые живут в районе Можайский города Москвы, и которые действительно переживают душой и телом за наш район. Если вы хотите сделать наш район чуточку да лучше, модернизировать его, то милости прошу в команду. Сейчас идет как раз подбор интересных людей, кандидатов в кандидаты, а потом уже, конечно же, будет избирательная кампания. На сегодняшний день и час я занимаюсь общественной деятельностью более 10 лет. И думаю, что давно уже пора менять наш совет депутатов, а именно модернизировать. Я не говорю, что он работал плохо, я не говорю, что он работал хорошо. Эту оценку даст жители. Только жители. Другие как бы люди здесь особо неуместны. Я даю свою оценку как простую. Можно всегда поработать было лучше. Вот, собственно, и все. Поэтому результативность, конечно же, была не на таком высоком уровне, который мы с вами все ожидали. Поэтому я предлагаю конструктивное решение. Во-первых, обязательно приходить на выборы. Во-вторых, поддержать нашу команду. Я от нее тоже как раз являюсь представителем именно в первом многомандатном избирательном округе. Меня зовут Руслан Захаркин. С моей деятельностью можно ознакомиться в Яндексе, в моих социальных сетях, в моих социальных ресурсах. Я открытый и, в принципе, публичный человек. Живу на Петра Алексеева. И многие меня знают. Вот. Я всегда готов с каждым встретиться. Почему? Потому что мы здесь действительно все соседи. Многие смотрят мои прямые эфиры. С Козловского леса, там, допустим, с Богдановского пруда, с пруда Пятачок и так далее, и так далее. Я во многих местах был. Я много, ну, как бы, повидал на нашем районе. Я понимаю, что ему нужно. В скором времени будет уже доступна предвыборная программа. Почему ее нет сейчас? Ответ прост. Я сейчас, на данный момент, собираю ваши наказы. Потому что мне действительно интересно узнать, что беспокоит конкретно каждого из вас на местах. Только так можно составить правильную избирательную кампанию. Только так можно составить правильную именно предвыборную программу. Если вы дадите какие-то определенные наказы. Если придумаю все я, это будет волновать только меня. Но мне нужно обобщить. Поэтому, коллеги, друзья, партнеры, оставляю вам почту. Оставляю вам свои личные контакты. Оставляю вам мой телеграм-канал. Именно про район Можайский, ЗАО, города Москвы. Вы можете на него подписаться, смотреть. Там будет группа для обсуждений. Мне будет приятно пообщаться с каждым из вас. И, конечно же, за кого бы вы не проголосовали в сентябре 2022 года, самое главное, чтобы вы не проигнорировали эти выборы. Тот совет депутатов отработал, ну, скажем так, на удовлетворительно. Но мы можем работать и на хорошо, и на отлично. Потому что обновление, это всегда к лучшему. Почему? Потому что новые люди должны приходить. Новый взгляд. Новые мысли. Если у нас образуется застой в совете депутатов, но это плохо. Всегда должно быть какое-то даже коллекционное правительство. Ни у кого не должно быть большинства. Тогда уже это интересно. Это уже баталии внутри района будут хоть какие-то. И для того, чтобы принять определенное решение, нужно будет уже договариваться. И в первую очередь, руководствоваться всегда мнением жителей. Если жителям было бы удобно принять одно решение, а люди, которые сидят со сети депутатов, принимают другое решение, это все-таки не есть хорошо. Самое главное, чтобы решение удовлетворяло интересам жителям, и оно было законным. И именно за этим я туда и иду. Потому что я получу два очень важных права, как и моя команда в случае избрания. Это право законодательной инициативы с выходом на Московскую городскую думу в случае, если поддержит Совет депутатов. А также право депутатского запроса с аналогичным случаем, если поддержит Совет депутатов. И это очень хорошие права, которые я собираюсь реализовывать на регулярной основе. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, уважаемые соседи, благодарю вас, что досмотрели это видео до конца. Я реально болею душой и телом за Можайку. Я болею за наш западный округ, за любимую Москву. И надеюсь, что в 2022 году, в сентябре, вы не проигнорируете эти выборы, а наоборот придете и поддержите нашу команду. И меня, Руслана Захаркина. Вам добра, максимальных возможностей, минимальных рисков, только хорошее настроение и только успех. Вот этого я вам всем и желаю. Как в районной жизни, так и в личной, в общественной, в профессиональной. Это очень важно, чтобы человек развивался во всех отраслях. Добра. Все контакты будут, конечно же, в описании к данному ролику. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Продолжение следует... Продолжение следует...